Яркие наряды, керамическая посуда и стильные украшения. В Алматы сегодня собрались отечественные ремесленники и мастера из стран ближнего зарубежья. Они представили свои изделия, выполненные в национальном стиле. А еще делились уникальными историями, которые легли в основу их ручной работы. На ярмарке декоративно-прикладного искусства побывала и Аида, и Монолей. В этот праздничный день Алматинский Арбат превратился в настоящую мозаику культур благодаря ярмарке ремесленников из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Местные жители-туристы могли приобрести себе ручную вышивку, ювелирные украшения, ковры из войлока и множество других изделий. Хотелось бы поздравить всех наших казахстанцев с таким большим праздником. На эту ярмарку приехали ремесленники, примерно 60 человек. Нашу ярмарку очень любят, потому что это изделия, которые не делаются на фабрике, они делаются руками. Одна из постоянных участниц ярмарки Бибеткуль-Касымбекова славится своими национальными украшениями. Мастеристы изготавливают бижутерию уже более 20 лет. Семейное дело передалось ей от бабушки и матери. В своих работах женщины используют традиционные техники и узоры, а также драгоценные и полудрагоценные камни, чтобы создать украшения, которые воплощают в себе культурную историю нашей страны. Дизайн я придумываю сама. В детстве я была вдохновлена красотой и значением этих украшений. Благодаря старшим я начала свой собственный творческий путь в этом искусстве. И мне нравится мое дело. Мастер из Узбекистана Дильшот Хакпердиев рассказывает, что изготовлением керамической посуды и шитья костюмов с орнаментом занимается уже порядка 20 лет. В их семье искусство керамики передается из поколения в поколение. О своих работах мастер чаще всего изображает культурный ваншафт страны. Я сегодня к Дню Республики Казахстана привез свои авторские работы из керамики. Сегодня в основном покупают посуду на праздничный стол, табак, под бешпармак, под плов. На сцене настолько, вот отличные на сцене, хорошие. Каждый изделий несет в себе кусочек истории и культуры своей страны. Особенностью является то, что здесь переплетаются настоящие прошлые. Почти забытые ремесла соседствуют с современным хендмейдом. И каждый вид искусства по-своему интересен. Ведь все это делается вручную, с любовью.